Всем привет! И сегодня я вам покажу новинки лаков. Если вам, конечно, интересно, оставайтесь со мной. За то время, которое я отсутствовала на своем канале и не снимала видео, я не особо много покупала каких-то лаков, средств каких-то для ногтей. Да пользуюсь то, что у меня есть. Потому что очень как-то обидно, когда это все засыхает, выбрасывается, особенно какие-то любимые цвета лаков. И хочу вам показать два таких оттенка. Извините, у меня ромашки нет, я вам особо никак не покажу. Хотя могу, наверное, вставить фотографию с тем, как смотрится на ноготке. Два вот таких вот, не знаю, безымянных лака. Покупала их в магазине дешевом. Даже не знаю, какое у него название. Если, конечно, увидите такие пузырьки, берите лак неплохой. Он довольно-таки жидкий, но держится очень долго, высыхает очень быстро и даже с верхним покрытием и без сушки. Довольно этими лаками. Они мне очень подходили под мои цвета блесков для губ. У меня как раз два таких оттенка есть. Еще два лака у меня приобретались вот именно так в паре от Диваж. Я их приобрела после приобретения вот такого лака. Покупала тоже в обычном магазине. В общем, это сахарный лак. Он такого телесного оттенка. Очень мне нравится. Недешево смотрится на ноготках. Очень хороший, качественный. И такого даже маленького пузырька мне хватает. Надолго-долго уже пользуюсь им. И даже если покрывать его сверху каким-нибудь топовым покрытием, либо бесцветным лаком, сахарные вот эти вот крупинки так же потом проявляются. Не бойтесь, верхнее покрытие не сгладит этот эффект. Потому что я поначалу боялась этого. И не покрывала верхним топовым покрытием. Если вам интересно, это у меня Sugar Matte Diffage номер 03. И после этого я увидела вот такую двоицу. Они были запакованы в одну коробочку. Это такой вот голографический что ли лак. Такой хамелеон, наверное, даже. Очень красивый оттенок. Я его когда увидела, влюбилась в него. Этот мне не очень понравился. Ну, какой-то обычный. У меня в принципе такой оттенок был. Сейчас, конечно, нет. Я избавилась, так как есть этот оттенок. Зачем мне два? Я их пробовала, наносила. Да, они, конечно, в один слой они немножко полосят. И такой прозрачный слой дают. Если наносить их в два-три слоя, то бомбовый вообще эффект. Мне очень нравится. По качеству хороший, держится долго. Еще один лак от Golden Rose я приобретала с широкой кисточкой. Это серия Rich Color, если я не ошибаюсь. В номере 43 у меня. Такой йогуртовый, пастельно-розовый оттенок. Он идет без блесток. Такой немножко сатиновый. Совсем чуть-чуть. Тоже попробую фотографию с ним вставить. Не знаю, мне очень понравился. Такой нежный. Но если честно, когда делаешь с ним маникюр, конечно же с верхним покрытием, держится лак дольше. Хотя стойкость этих лаков, по-моему, очень хорошая. Даже без топового покрытия. Когда первые дня два-три носила, очень красиво смотрелась и нежно на ноготках. Но потом, как-то знаете, начинает уже немного подстираться именно этот лак. Не с каких-то вот сторон, да, там, с кончиков, с каких-то там вот в районе кутикулы. С какой-то стороны нет. Он просто как-то начинает блекнуть. В общем, вид у него не очень уже свежий. Такое ощущение, как будто лак у меня некрасиво смотрится. Как-то дешево, как-то неаккуратно. Даже изначально был, наверное, нанесен. Хотя идеально был нанесен до этого. В общем, уже неопрятно смотрится. Я его носила даже неделю, когда не было возможности особо перекрашивать очень часто ноготки. И вот неделю это вообще, конечно, ад, кромешность. Ногти смотрелись как у бомжа какого-то. Другого слова подобрать не могу. Просто поэтому говорю как есть. Но вот первые два дня, три дня, это, конечно, супер бомбовский оттенок. Не знаю, почему у него такой вот эффект. Потом он блекнет и не имеет товарный вид. Не знаю, с чем это связано. Если у вас, конечно, есть такой лак, скажите свое впечатление о нем. Мне очень нравится. И это, в принципе, были все мои приобретения для ногтей. Ничего больше такого не я приобретала. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока-пока.